В связи с погаршением на двор едя шаутоинспекция Гомельской области звертается до водителя и пешеходов быть больше уважливыми на дорогах. Несприяльная обстановка может привести до значных проблем, включающих гололедицу на тротуарах и проездные часы. Наши корреспонденты оценили ситуацию. По коль, наибольшь несприяльная дорожная ситуация на Гомельшине отзначалась 11-го снежной минулого года, когда населенные пункты в области перетворились в суцельный каток. Зараз такого еще не сдарилось, а лишь дорога уже склизкая. Коли у отповедности с прогнозами синоптиков в ближайший час будут отзначаться достатковые значные ночные заморозки, проблемы могут возникнуть снова. Але навыто сенья на дорозе необходно быть особливо уважливыми. В выходные дни на территории области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица, туман и налипание мокрого снега. В связи с этим областная госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, при движении выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал, отказаться от резких торможений и быть предельно внимательными и осторожными на мостах, путепроводах, а также на закруглении автодорог. Не глядяши на выходные дни, у Гомели протягивается сдача ваджения наученцами аутошкол. Про некольки дзен яны могут отрымать водительские посвящения и уже самостоянно выедут на дорогу. Не глядяши на поспеховую сдачу экзаменов, практичного в опыту поездок у складанных метаумовах у их практичной нема. И еще большезначные проблемы могут возникнуть у выпускников летнего периода. В любом разе специалисты рают им, а так само водителям с невеликим стажем ваджения не корыстаться уластными транспортными сродками. Этому нужно обучать, рассказывать, подготавливать морально, психологически, плюс практически, конечно, показывать. Где-то в каком-то, может, месте менее оживленном, скажем так. Ну и, конечно же, работать над тем, чтобы люди не боялись. Потому что случаются ситуации, когда люди водят машину, сдают летом, все очень хорошо, первая скользкая дорога, какая-то неадекватная ситуация, занос, и человек сгорает уже, просто у него появляется боязнь. Уважливыми в этих умовах необходимо быть и пешеходом. И не только на тротуарах, на особных ушастках, яких может быть достаточно склизко. Наверное, на регулируемых переходах лучше с подшатку выполниться в безопасности. В результате, даже при невеликой худкости в несприяльных умовах, автомобиль сразу не спынется. И еще одна обоязковая парада. У темный час суток корыстаться фликерами, навод у буйных городах. Переходите проезжую часть только в установленных для этого местах. Предварительно убедившись, что водители вас заметили, остановили свои транспортные средства и вас пропускают. Не переходите, не выбегайте вблизи автотранспорта, так как в таких зимних условиях водитель не сможет мгновенно остановить автомобиль. В темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, уважаемые пешеходы, обозначайте себя световозвращающими элементами.